Как сохранить светлый разум до старости Крупнейший русский ученый, академик Бехтерев, посвятил большую часть своей жизни комплексному изучению душевных болезней. Основной сферой его интересов был человек, а именно его психика и мозг. Бехтерев советовал заботиться о своем мозге постоянно на протяжении всей жизни. Ученый ввел такое понятие, как апгрейд мозга. Что же такое апгрейд? С английского это слово можно перевести как обновление усовершенствования. Бехтерев считал, что самое главное не лениться лежа в кровати, а постоянно что-то узнавать, изучать, совершенствовать свои навыки и умения. Поэт Николай Заболоцкий придерживался такого же мнения. Написав известное нам всем еще со средней школы стихотворения. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Конечно, с возрастом все мы начинаем лениться, думая, что наш мозг уже достаточно поработал, и теперь можно расслабиться и отдохнуть душой и телом, как говорится. Но на самом деле, тем самым мы делаем себе только хуже. Не наблюдали вы у себя в последнее время следующие варианты поведения? Первое. У вас нет желания узнавать что-то новое. Например, легче продолжать обходиться старым телефоном, чем приобрести новый, с современными возможностями. Ведь придется читать инструкцию и осваивать неизвестные ранее программы. Второе. Вы стали часто критиковать других, но в то же время, когда критика обращена в вашу сторону, то воспринимаете это очень болезненно. Третье. Часто стали вспоминать прошлое, ностальгировать по старым временам. Четвертое. Вы можете часами говорить о чем-то интересном лично вам, совершенно не замечая скуку в глазах окружающих слушателей. Пятое. Вам стало трудно сосредоточиться при чтении нужной, но не очень интересной информации. Вы замечаете, что стали очень забывчивы. Например, прочитав накануне книгу, на утро можете уже забыть ее сюжет. Шестое. Вы стали рассуждать о вопросах, в которых ранее были совершенно несведущие. Например, о политике, поэзии, спорте. При этом вам кажется, что вы вдруг стали в этом очень компетентны, можете чуть ли не встать во главе государства. Седьмое. Из двух фильмов вы выберете наиболее простой к восприятию, над смыслом которого не надо думать, чем какой-то познавательный, но более сложный по информации. Восьмое. Вы уверены, что именно другие люди должны под вас подстраиваться, а никак не наоборот. Девятое. У вас появилось много жизненных ритуалов. Например, утренний кофе вам нужно пить обязательно из конкретной чашки, иначе возникает психологический дискомфорт. При этом любимый кот должен обязательно сидеть рядом. Если же вместо чашки в цветочек оказалась чашка с рыбкой, а любимый питомец прилег в дальнем уголке, то кажется, что весь день пошел на смарку. Десятое. Временами вы замечаете, что начинаете тиранить окружающих или брюзжать, как старушка. Все эти признаки просто кричат вам, что пора уже заняться апгрейдом своего мозга и придерживаться следующих советов от академика Бехтерева. Первое. Обязательно в течение всей жизни учитесь чему-то новому для вас. Желательно изучать с регулярностью 2-3 года. Отлично подойдут разнообразные курсы по повышению квалификации или даже можно освоить совершенно новую профессию. Второе. Окружайте себя молодыми людьми, ведь они идут в ногу со временем и пользуются всеми благами современности, чему и вас с удовольствием научат. Третье. Регулярно упражняйтесь в решении интеллектуальных задач. В интернете их можно найти множество вариантов. Четвертое. Учите иностранные языки. Даже если вы не будете использовать их на практике, само заучивание новых слов является отличным тренажером для мозга. Пятое. Занимайтесь с вашими подрастающими школьниками, ведь их современная программа достаточно сложна, тем более многие моменты уже позабылись и неплохо бы освежить память. Шестое. Если вы давно не узнавали ничего нового, может быть вы просто не искали? Седьмое. Постоянно тренируйте свою память, вспоминая имена и номера телефонов своих знакомых, стихи, творческие и танцевальные номера. Восьмое. Делайте как можно больше сами, а не нагружайте других. Девятое. Забудьте о ритуалах и привычках. Чем разнообразнее будет ваш день, тем интереснее станете вы для себя и окружающих людей. Ведь в мире столько всего интересного можно попробовать. Зачем же ездить одним и тем же маршрутом и кушать каждый день одну и ту же еду? Десятое. Конечно же, без спорта никуда. Регулярная физическая нагрузка не только поддерживает тонус тела, но и насыщает мозг кислородом, что очень важно для его работы. И будьте здоровы и красивы душой и телом. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!